Здравствуйте, уважаемые зрители! Решил сделать ролик про российских военнослужащих, которые погибли в Украине. Нашел в российском издании такую статью под названием «Они защищали безопасность». Рассказываем о военнослужащих, которые скончались с начала операции. Что известно о погибших? Вот, погибшие российские солдаты. Так, и здесь удалось подтвердить гибель семерых, Свердловских военных, которые погибли на Украине. Вот уже трое из них. Сейчас я начну подряд показывать фотографии и зачитаю, что это за люди, ихнюю судьбу. Вот, первый мотострелок Алексей Авдюков. Алексея всего было лишь 22 года. Согласно документам, он погиб 16 марта в Черниговской области. Прощание прошло утром 24 марта в больнице номер 24. Друзья семьи рассказали, что Алексей был единственным мужчиной в семье. Его родители были в разводе. Папа Алексея Авдюкова тоже участвовал в боевых действиях. Вот, молодой человек. Зачем он поехал в Украину убивать украинцев, я не понимаю. Его жизнь сложилась трагическая. А мог жениться, иметь детей, создать семью. Вот, ни за что гибнут такие молодые, красивые русские парни. Я не понимаю, как это можно было на эту зомби пропаганду. Он повелся и поехал, ведь. И лишил себя жизни. И хотел вот тоже быть убийцей. Но, видите, не повезло. Мне сейчас, сказать, мне и жалко этих русских парней. Вот, за что. Вот, видно, нормальный парень был адекватный. Я скажу, есть такие там, ладно, зомби эти, всякие алкоголики там эти, всякие неадекваты. Но, видно, что по фотографии нормальный человек был. Вот, за что он погиб. Алексей окончил школу номер 45 золотой медалью. Представляете, у парня были таланты, так сказать, он хорошо учился. Золотую медаль. Это, я скажу, это не каждому дано, получить золотую медаль еще. И поступил в юридический университет. Однако, после второго курса, круто изменил жизнь. Ушел на срочную службу Росгвардии. А потом подписал контракт. Военного похоронили в селе Клевакинском, где он родился. Ну, вот, судьба. Золотой медалист. Учился бы, профессию хорошую приобрел. И жизнь наладил бы. Я говорю, в общем, нету слов вообще, вообще у меня. Капитан Тимур Сулейманов отправился на спецоперацию из Екатеринбурга, где служил и жил с женой 16-го года. В 18-м году у них родился сын. Капитан Сулейманов сознательно выбрал карьеру военного. Был суворовцем. Окончил Московское высшее общевосковое командую училища. Трижды принимал участие в парадах Победы на Красной площади. В строю он занимал почетное место правофлангового. Видите? Вот его сын. Сын Тимура Сулейманова. Сыну Тимура Сулейманова не стали говорить, что папы больше нет. Вот. Сын любил отца, а папу убили в Украине. После выпуска Тимур участвовал в боевых действиях в Сирии, где был в составе миротворческих войск. На Горном Карабахе он был. Ребята, азербайджанцы, смотрите. Он был миротворцем на Горном Карабахе еще, представляете. Я вел репортаж уже два года Второй Карабахской войны. Оказывается, он после войны там и служил. 7 марта он позвонил последний раз супруге. В тот же день БТР, в котором он ехал, во главе колонны подорвался на противотанковые мини. Сулейманов погиб геройски, принял огонь на себя и прикрыл машиной личный состав. Его 15 марта похоронили в Пензе, где живут ее родители. Вот. Парень был тоже симпатичный, красивый. Семья была, сын. За что он погиб? Я не понимаю, вы мне ответьте. За что? Вот в земле лежит он сейчас. За что? Вот не за что он просто лежит. Был бы война какая-нибудь там с НАТО, я понимаю. Там уже, да, напали на Россию агрессоры, допустим. Все, он мог идти. Зачем они вторились в Украину? За что он погиб? Пусть Путин объяснит детям потом, за что этот парень погиб. Я вообще не понимаю. Вот еще один спецназовец, Владимир Голубцов. О смерти бойца 12-го отряда специального значения Урал рассказал мэр Нижнего Тагила, Владислав Пинаев. Отряд, в котором служил Голубцов, считается элитным подразделением внутренних войск. Военнослужащие отряда 1996 года много раз участвовали в боях в горячих точках. Он погиб, выполняя боевые задачи, защищая мирное население. Ну, какое мирное население, безопасность? Какое напали на Украину? Он террорист, он диверсант. Его с оружием направили в другую страну. Как вы можете писать такое? Кого он может защищать? На России никто не нападал, во-первых. Никто войну не объявлял. Альтеррорист Андрей Матвеев погиб. Ему было 35 лет. Впервые он принял участие в боевых действиях. В 2008 году участвовал в конфликте между Южной Осетией и Грузией. Россия тогда поддержала Осетин. После он-то учился, был начитанным, разбирался в литературе и искусстве. Семейная жизнь не задалась. Андрей развелся с супругой, но у них остался сын, который он очень любил. Вот сын на фотографии. Он был ранен еще, оказывается. Вот, видите. Андрей Матвеев очень любил своего сына. Он погиб 28 февраля. Родителям не довелось дожить до этого дня. Мама Андрея Матвеева скончалась в прошлом году. А папа не стало 15 лет назад. Альтеррориста похоронили в Красноуральске с военными почестями. Вот очень парень такой, видно, симпатичный. Я смотрю на фотографии. Его 21 год всего лишь был. Это Евгений Черкасов. Он был танкистом. Евгению было 21 год. Он родом из села Никольского. Его похоронили 13 марта на родине. Родные говорят, что он с детства мечтал стать танкистом. И состоял жизненный план. После колледжа поступил в армию. Вот, посмотрите на фотографии. И вот. Так. Тетя погибшего рассказала, что его нашли в танке. Евгения похоронили всем селом в закрытом гробу. Да, понимаете, когда танкисты погибают, видели удары байрактаров. Они сгорают. Боекомплект взрывается. От них ничего не остается. Пепел. Не то, что там тело. Там вообще ничего не остается. Потому что детонируют боекомплект. Там снаряды и все. Такой взрыв, что выгорает. Прямо в пламя с танка идет. И вот. Парень был. Смотрите, какой красивый. И все. И погиб 21 год. Вот, ни за что. Сержант Евгений Дудин. У него непростая судьба. Когда ему вспомнилось 8 лет, его отца осудили за убийство. Мама Гульнара Валиева твердо решила, что сын... Что вырастила и у младшего брата. Так. И вот он хотел служить. Стал полицейским. Но не приняли. Из-за судимости отца. Ну вот в Росгвардию его взяли. В общем, они практически все, многие из Росгвардии на контракт. Поехал воевать. Видите, с автоматом стреляет в кого-то. На службе был он кинологом. 24 февраля в последний раз вышел на связь с родными и сообщил, что началась спецоперация. 27 февраля Евгений погиб в Киевской области. Им было 26 лет. Бойца похоронили 12 марта в Кировограде. Ну вот, с автоматом пришел. Хотел убивать украинцев. И все. И жизнь закончилась трагически. Через 3 дня, 27 февраля, он погиб. Вернее, убили или, как сказать... Ну, наемник он был, понимаете. Они контракты подписали. Они, значит, согласились убивать мирных граждан, украинцев. Ну, всех, всех, всех они убивали. Начиная с мирных, беззащитных, кончая украинскими военными. И вот еще один погибший. Николай Ахметизянов. Так, ему было 25 лет. Вот его фотография в страницах одноклассников. И как он служил в Владикавказе. Знакомый, называясь в нем, как трудолюбивым молодом человеке. Его похоронили с почестями в поселке Новоаткунске. 14 марта. Вот еще один погибший. 25-летний. В общем, ребята, вот. Все эти солдаты, наемники поехали по контракту воевать. Многие были зомбированы путинской пропагандой. Если сутками смотреть этого Киселева, Скобееву, Соловьева. Они с них сделали зомби. Они практически уже, видите, готовы были убивать людей. Другие за деньгами хотели заработать. В России мало хорошо оплачиваемых мест. Заработка нет. Даже если золотой медалист записался в армию, поехал воевать на фронт. Представляете, что там происходит? Да, думали, типа, поедем. Другие мародерствовать поехали. Вот так танкистам мне этого жалко. Вот такой молодой, симпатичный парень, видно, был. И все. Вот за что вот этот парень, например, в танке? Ну, хотел быть танкистом. Ну, служил бы где-нибудь. Зачем идти в наемники? И себе жизни лишать, украинцев жизни лишать? Говорю, путинская пропаганда очень страшная, ребята. Понимаете? Сутками лили грязь вот украинцы. Да, они такие нацисты, фашисты. Надо ехать все, их истреблять. Ну, вот чем закончилось истребление. Сами же русские парни лишили себя жизни. Надо ведь думать и головой, ребята, чем для вас так кончится. Эта война, говорю, страшная сейчас. Это современное оружие. Если бы они посмотрели, как шли бои в Карабахе. Я вел репортажи. Это все. Там, говорю, в окопах все. Кто попал в окопы, оттуда не входили живыми. Байрактар уничтожали, как мясо пушечное. Все. А там без шансов. И они думали, что так прогулка будет. Прогулка вот обернулась всем вот трагически. Вот парень молодой, красивый был. Золотой медалист. В общем, ребята, не идите вы туда на убой. Говорю, Путин вас отправил. А вас никто не вспомнит после войны. Просто все забудется и все. Будет могилка, крест и все. Растет все травой. Так что будьте умнее, люди. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok